так в общем как я и говорил покажу производительность видеокарты в игре покажу как влияет разгон на игры в которых видеокарта не ограничена процессором то есть вот на примере tomb raider здесь видеокарта работает на сто процентов практически всегда хотя на самом деле я чуть поиграл ну именно на этой видеокарте оказалось что даже тут есть такие места где загрузка видеокарты как бы просаживается и явно ее что-то тормозит вот на такие места здесь бывает крайне редко в основном загрузка графического процессора вообще стопроцентная вот здесь разгон очень хорошо виден причем даже не только в бенчмарке а просто даже на игре то есть по ощущениям от игры очень сильно заметно хотя даже без разгона нормально идет теперь вот но с разгоном ощутимо прибавляется фпс вот пишу и теперь бандикам если ассасин писать фрапсом было круче став включить фрапс то фпс сильно садился потому что там опять же процессор и так перегружен а бандикам фрапс он очень сильно грузите на процессор вот здесь же опять как я уже сказал процессор не перегружен поэтому бандикам почти не влияет на фпс но все же надо учитывать то что без него фпс будет где-то на 13 кадра больше то есть 13 где-то так вот кстати я посмотрел даже ассасин если бандикам писать там тоже причине просаживается я до этого только фрапсом пробовал бандикам он меньше нагружает систему причем и смотреть по ассасину то намного меньше короче сперва покажу на примере теста производительности то есть просто бенчмарк встроенный в игру и сейчас видеокарта без разгона а 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 так, ну вот, средний фпс 45. Кстати, это пропатченная версия, у меня до этого была версия без патчей, я буквально вот вчера узнал то, что в этой игре вышла куча патчей разных, улучшающих производительность, улучшающих прорисовку волос, и кстати, волосы действительно намного лучше стали выглядеть, потом покажу сравнение, вот, и кстати, даже фпс вырос реально, потому что я не верил, что фпс вырастет, в не пропатченной версии средний фпс был 43. сейчас 45, ну на 2 фпса выше, конечно, это немного, но тем не менее, вырос немножко, уже что-то, вот, сейчас, короче, выйду, чуть-чуть разгоню ее, и потом покажу, что будет с разгоном, то есть, эту версию пропатченную я первый раз тестю, так, в общем-то, вот, загрузка, какая была во время игры, процессор, как я и говорил, загружен, где-то на 60-70 процентов, то есть, и видеокарта, вот, тоже видно, загрузка видеокарты 100 процентная, вообще 99 вон, вот, вот так вот, не должно быть, а в Ассасине, там, ну, вы сами видели, там, наполовину она загружена всего лишь, и при этом здесь память использована, ну, короче, гигабайт памяти используется, и температура вот здесь, хоть и стопроцентная загрузка, температура 53, хотя во время геймплея иногда повышается чуть-чуть, до 56 где-то, но это все равно, это, это очень немного, то есть, видеокарта реально холодная, просто, по сравнению с предыдущей, вообще, ледяная, вот, ну, и сейчас, в общем, разгоню ее, видеокарта, вот, ну, у меня тут уже предустановлены эти пресеты разгона, то есть, частоты я ставил вот такие, уже очень много тестил их, то есть, вот эти вот частоты вот такие, они более-менее стабильные, у меня практически ни разу не вылетала она с такими частотами, то есть, процессор 1250 и память 6370, то есть, прирост по процессору 191 мГц, прирост по памяти целых 1360, частоты изменились, хотя, кстати, во время игры частоты, ах, нет, это опять же без разгона, вот, без разгона частоты вот такие не были, так, ну, в общем, все, сейчас выйду, зайду обратно и буду тестировать с разгоном, так, вот, все, видеокарта разгонана, то же самое, просто, поиграем, я тоже 자주, году свои крыла Ti-Ri, конечно, в конце тренирую из сайта в городу, так, вот, о силу Zam ц используем по памяти целинно стен, снять его ее さashed иéndersем по памяти целинно, очень gunай ее с другой не ему есть такой, так ну вот с разгоном почти 53 то есть без разгона средний fps был 45 с разгоном 53 то есть 8 кадров прирост при этом я даже напряжение как я там когда показывал разгон я даже напряжение не поднимал потому что мы понимать напряжение это уже как бы говорят опасно хотя многие поднимают и ничего но не хочу рисковать ну то есть офигеть даже просто повысил частоты ему прирост 8 fps и что это очень неплохо вот собственно все теперь уже буду показывать геймплей сам потому что в геймплее там конечно fps он очень неравномерный где-то все 80 кадров fps где-то fps падает до 30 а в определенных местах особенно в заставках fps может вообще падать до 20 до 16 даже было вот сразу скажу что это из-за волос опять же волос вот эти вот 3sfx то есть детальная прорисовка волос по одной волосы не она очень нагружает видеокарту когда волосы близко к камере когда камера близко к полосам подъезжает короче не знаю почему-то нагрузка увеличивается и там тормоза могут начаться но сейчас все покажу очень покажу на примере вот это тут опять же с разбором вот раньше на 550 и спеть волосы включал я первый раз замечаю то что там кто-то шевелится вот на 550 если включаешь волосы то вот здесь вот было около 15 fps то есть на 550 реально было не буду говорить что не играбельно но фпс был очень некомфортный вот сейчас же 50 60 при этом волосы я потом покажу сравнение когда на свет выйду что здесь плохо видно но сейчас волосы выглядит очень неплохо то есть реально очень неплохо возможно они чуть-чуть через чур блестят и не выглядят грязными хотела не определенно должны быть грязным что вся она вон в пятнах в крови я волосы блин я не знаю чистые стерильный фунта ну в принципе не знаю почему это место загружу сейчас на очень любую загружу так вот собственно хороший пример того какой неравномерный фпс здесь может быть то есть вот здесь убегаешь по 40 40 там ну около 40 35 а сюда выходишь тут 30 если делать если приблизить вот так вот опять же волосы и довольно обширная локация то есть реально она очень обширная вот при этом опять же все на максимум и фпс в 24 25 опять же не сказать что это не играбельно так вот бывает вот и насколько я понял сейчас недавно посмотрел требования я уже даже забыл какие у нее требования в требованиях там у нее процессор какой-то четырех ядерным при этом опять же да даже здесь вот где фпс довольно низкий я посмотрел сейчас загрузка видеокарта стопроцентная опять же хотят до патчи и вот в таком вот месте загрузка процессора проседала и было около 20 20 24 также фпс вот собственно требования там 4 ядерный процессор 4 гига оперативной памяти видеокарта 480 htx а моя 750 она как раз аналог 480 и она даже чуть помощнее ее вот и собственно получается то что 480 рассчитана на максимальные настройки но без волос потому что максимальные настройки они выглядят вот так вот то есть вот это вот ультра в ультра настройках нету волос 30 фикс вот этих вот если убрать сразу заметно возрастает 40 это опять же с фрапсом с фрапса чуть повыше будет то есть без фрапса стабильно около 40 вылет даже в таких вот сложных местах а во всех остальных до вовсе будет тут он 60 и на консолях насколько я помню там он тоже нету ну на паста совершен 4 xbox 360 точно нету этих волос она новых консолях чуть я не помню он должна но на новых нету вот но можно допустим даже включить волосы тени максимум вот немножко понизить короче тени можно то есть примерно вот так вот детализацию чуть понизить и это практически не скажется на картинке но при этом опять же fps уже даже слова сами будет вполне стабильным и вполне высоким ну что волосы отличие от тех и то есть обычных но вот этих она заметно и эти гораздо приятнее будет при этом опять же на графику то что я вот снизил настройки это вообще практически никак не влияет то есть опять включу их то есть тени были и детализация то есть вот включил я ну кустики где-то вдалеке исчезают блин чё это важно что ли это практически незаметно будет в игре тени от максимальных отличаются то что я вот это вот поставил такими тени просто немножко более размытым то есть не такими четкими то есть блин это вообще почти незаметно вот те вот волосы заметно кстати во время разговора у неё рот не шевелится почему-то да то есть кстати вот то что я хотел показать куда камера близко к волосам fps вон 20 был только что 20 20 это еще не самая маленькая это камер близко когда волосы близко к камере короче сильно снижается fps и чтобы даже при самых тяжелых ситуациях в игре fps не просаживался тут конечно нужна видеокарта на порядок мощней так ну вот то что я говорил во время заставок fps сильно падает когда особенно камера приближается к волосам вот как сейчас хотя опять же да не везде то сейчас 40 50 60 70 при этом в заставках детализация явно увеличивается то есть прорисовка руки все детальность ноются и тени от волос от каждой волосины тень а в геймплее когда играешь там тень более грубая что ли не такая детальная от волос 26 и стоит чуть-чуть камере отъехать от волос сразу возрастает так ну вот опять волос в кадре очень детальные очень тонкие волосины даже в новом ассасине волосы не так детализированы там они там они выглядят как леска какая-то проволока но опять же когда близко к волосам камера 18 17 fps ну такие моменты конечно бывает редко то есть вот опять чуть-чуть отодвигаешься все 40 50 60 fps вот то место где первый раз заметил довольно сильное падение в fps самой игре именно то есть в роликах я знал что fps будет низкий это и на 550 было и на этой вот что в роликах камера практически постоянно блин подъезжает близко голове и эти волосы когда камера отъезжает вот сейчас вот волосы они как бы менее детальными становятся в ассасине кстати также пряди более крупными становятся они они по одной волосине а когда подъезжает сразу детализация волос увеличивается хотя здесь еще даже не так сильно когда камера совсем близко вот где можно показать это но здесь уже видно по одной волосине хотя тут еще камера не так близко подъехала ну вот так вот ну и сразу fps падает вот так вот в роликах она постоянно подъезжает близко fps падает то есть детализация волос резко увеличивается и fps довольно сильно падает вот плюс то у меня была версия не пропатчена эта версия пропатчена и здесь fps возрастает где-то на 2 на 5 кадров прошлый раз на максимуме у меня здесь было около 24 fps сейчас даже на максимум будет все равно выше около 30 30 ну около 30 короче 35 вот но я настройки я уже показывал полчаса 5 что понизилась настройки я понизил немножко вот таких то есть это это все на максимум просто вот тени чуть-чуть понизил короче норм норм и детализацию тоже на один параметр ниже вот я сейчас сделано максимум допустим практически ничего не изменится то есть это на картинке вообще не влияет практически то есть не видно этого практически на ну короче в игре эти изменения просто минимальные а волосы все-таки это что то что гораздо сильнее видно вот и при этом с такими настройками если если сильно не приближать ну вот так вот не делать короче в ps будет вполне стабильный везде ну кроме опять же к цц ну в любом случае короче по сравнению с прошлой видеокарты я посмотрел видел то первое где с 550 я тестировал там практически везде было около 20 fps 25 но сейчас вот здесь вот бегаю 50 60 при этом сейчас без разгона она кстати я разбил убрал вот среднем конечно раза в два выше стала что тогда я говорю тогда волосы включаешь и играть очень неприятно становится так в общем то то же место самое то же самое место да вот здесь фпс все-таки чуть-чуть пониже хотя настройки те же самые сказать что он низкий совсем вот короче волосы сразу видно даже издалека они по одной волосе не разделяются и прям ну короче колышется туда-сюда не знаю как сказать то есть блин как сказать то елки-палки разделяется по одной волосе не и ну блин короче реальные волосы они не разделяются так они сбиваются как в один пучок более-менее в пряде а здесь они прям по всей спине у него он видно при этом от малейшего движения из стороны в сторону их туда-сюда и херачит сквозь голову туда-сюда чуть-чуть в сторону чуть-чуть вот так вот делаю они уже туда-сюда туда-сюда при этом разделяются опять же самое важное то что они блин так лист как леска по одной волосе не разделяются вот здесь вообще 27 вот но это видно потом будет просто запомните главное как они сейчас себя ведут то есть вот я просто стою и они разделяются и круче по всей стене расстилаются у нее вот этим еще и куда-то пропадает вечно вот сейчас сейчас завожу это же самое место только пропаченную версию так ну вот опять это же самое место здесь уже фпс не падает то есть вот где бы я не бегал он не падает до 20 там на скрете он там падал до 28 здесь вот по 40 все куда бы не крутился туда бы не заходил не входил 35 36 ну и главное не это главное волосы то есть здесь не вот я хожу туда-сюда то есть тогда они дергаются но и как-то более-менее стабильно что ли в одном месте держится а там они их туда-сюда херачила и здесь не что самое главное как-то в одном хвосте что ли держится они они по всей спине у нее на отдельные волосины разделяются то есть в какую в какие-то более крупные пряди сбиваются хотя при этом паралисовка также по отдельной волосине то есть на самом деле выглядит намного более приятно и правдоподобно что помню когда еще первый раз запустил игру еще давно то есть когда только она вышла и включил учил от волосы то есть вот эти вот волосы когда мне естественно мне пропадщина была уж тогда еще патчи не вышли вот и с одной стороны это казалось как-то прикольно с другой стороны так неправдоподобно они выглядели вот и сейчас то что ну не совсем еще то что надо все равно не совсем правда подобный гораздо лучше чем то что было блин дисками раз слишком далеко отъезжает сейчас не знаю пульсах не поближе все-таки то есть они они как-то все-таки сбиваются в более какой-то народный что ли комок они расстилаются таким пластом по всей спине они то есть видно даже отсюда то что они как-то сбиваются все двигаются сюда сюда вот такие дела короче текстуры кстати тут заметил они гораздо более детальнее чем в том же ассасини хотя эта игра вышла в 2013 году вот то есть отсюда смотришь вообще блин очень четкие и растения вот эти конечно вот эти вот кустики мне тогда полю нравились вот ну ладно короче блин вроде все уже все хотим все что хотел сказал показал с такой видеокарты конечно играть на максимуме вполне вполне приятно вполне комфортно никаких проблем нету за исключением катсцен в катсценах конечно не совсем приятно но принципе к сцену то что в катсценах но очень в супе фпс в общем то можно потерпеть ну ладно короче все